Продюсер и создатель фестиваля Кинотавр Продюсер со вздохом отмечал, что актриса теперь и не пытается скрыть свое веселое прошлое. Весной этого года Проклова заявила в одном из интервью, что в подростковом возрасте у нее был роман с известным артистом, она не назвала имя любовника, только сказала, что человек уже умер. Журналисты предположили, что речь идет об Олеге Табакове. Информацию подтвердила телеведущая Ольга Спиркина. Она училась вместе с Прокловой на курсе Олега Табакова. По ее версии, романа Мэтра и студентки знали все, но при этом актер помогал своей протеже в профессиональном плане, поэтому Спиркина считает признания Прокловой неуместными. Как мы сообщили ранее, несколько месяцев назад российский шоу-бизнес потряс громкий скандал, спровоцированный актрисой Еленой Прокловой. Женщина завуалированно обвинила покойного Олега Табакова в домогательствах. Многие поддержали артистку, однако другие, напротив, стали ее критиковать. 34-летняя певица Алина Вокс совершенно не удивлена таким развитием событий. По мнению бывшей солистки группы «Ленинград», подобная реакция общества продиктована обыкновенным страхом и нежеланием взглянуть правде в глаза. Это явление не ново. Проще представить, что жертва сама дала повод, чем допустить мысль, что в этом мире зло может быть немотивированным и безнаказанным. К сожалению, этой же стратегии придерживаются и государственные структуры. В СССР не было интима, а в современной России нет харассмента, рассуждает Вокс. Кроме того, по мнению артистки, на это накладывается некоторая специфика национального менталитета. Так, в русской традиции астракизму подвергается не тот, кто совершил дурное, а тот, кто выносит ссоры из избы. Именно из-за этого и досталось Прокловой. Напомним, Марк Руденштейн умер 5 декабря. Продюсера было 75 лет. Последние свои дни он провел в больнице. 17 ноября создателю кинотавра стало плохо, он был госпитализирован. Медики диагностировали у Руденштейна сердечный приступ. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 24 ноября у продюсера произошел инсульт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok